В себе потеря денег опускаются руки. Как быть? Еще раз, заходит новое. Деньги, когда большими суммами от нас забирают или малыми суммами, неважно, когда мы их теряем, это значит, что у нас забирают наши проблемы и наше внутреннее состояние. Эти суммы сейчас не готовы адаптировать под себя и аккумулировать. Именно поэтому, когда какой-нибудь бомж выигрывает лотерею, ну, скажем так, большую сумму, он опять возвращается все к тому же варианту. В своей жизни. Почему так происходит? Потому что его внутреннее состояние и убеждение отвечают именно тому, что он проживает. Сейчас каждый просто начинает отвечать за все эти мысли, чувства, эмоции и за то состояние, которое испытывает. Так вот, чем больше внутреннее состояние, полно страхов, проблем, чем меньше проработано созидательно-позитивное мышление, тем больше постоянно будет встречаться... Ну, вот люди любят говорить слово «проблемы», да, наверное, но я внутренне воспринимаю это как либо зона роста, либо небольшое препятствие. Потому что, когда мы начинаем говорить слово «проблема», наше подсознание выдает сразу всю нейронную цепочку того, а что такое проблема, мы начинаем напрягаться и так далее. Поэтому, когда вы с чем-то сталкиваетесь, с тем, что вы не принимаете, отрицаете, тем, что вы не хотите иметь в жизни, начинайте менять к этому мышление и относиться проще. Иначе никакого прогресса не добиться. Сейчас великий урок для всего человечества, с которым нужно будет каждому работать, и здесь зацепят всех без исключений. Это нормально, это просто эволюция человечества. Не стоит слишком сильно заморачиваться, уходить в эмоции со знаком минус, переживать, паниковать и депрессовать. Нужно понять, что человек всегда надеется на Бога, на судьбу и на надежду. Что остается самому человеку? Только действовать. Вот и все. Поэтому действуй максимально относительно твоей ситуации. Делай все, что ты можешь сделать максимально эффективно. По сути, больше заняться нечем. Плюс я сегодня на YouTube выпустил видео, как относиться к смерти. По сути, хочу только одно сказать. Как только ты начинаешь относиться спокойно к смерти, а человек это единственное существо на этой планете, которое сознательно вынуждено подавлять в себе страх смерти, то тогда жизнь открывается совсем в других красках и в тебя поступает огромное количество энергии. Проблема того, что в обществе люди приучены думать о том, чего они больше не хотят, нежели думать о том, чего они хотят, приводит к тому, что реализуются самые неприглядные и неприятные ситуации. Потому что мы о них думаем. Все ведь очень просто. Любая мысль — это физическая субстанция. Почему? Потому что когда мы, например, кого-то осуждаем, выделяются реальные нейроны на физическом уровне, которые создают гормональный фон, те, в свою очередь, создают нейронные связи и, соответственно, создают эмоции и чувства, которые мы переживаем. Поэтому очень важно, очень важно все это понимать, уметь себя перекодировать и настраивать себя на позитив. Если очень сложно сейчас, реально, насильно, изнасилуй себя. Изнасилуй себя и настройся прямо на позитив. Изнасилуй свое мышление от отрицания. Настройся на позитив и реально вот прям думай о том, чего ты хочешь, и ты увидишь, как реализация этого придет очень быстро. Сейчас действительно мы вошли в такой диапазон энергетический. Я знаю то, что у очень многих сейчас не хватает энергии, не хочется двигаться, заниматься физическими упражнениями, хочется много спать. Это нормально. Сегодня у нас будет последний вопрос о снах. Я объясню, почему сейчас такие состояния. Поэтому, если вас обманули на какую-то сумму денег, если у вас случилась такая сложная ситуация, есть техника простая, начинайте от того, кто это с вами сделал, мысленно, эмоционально, слух можно благодарить прям от всей души и посылать такой энергопосыл. Я не раз проверял, работая с бизнесменами, которых кидали на крупные суммы, как они начинали благодарить своего якобы обидчика, потому что мышление раньше было, это же обидчик, он мне плохо сделал. И, соответственно, мы приходили к тому выводу, что каким-то образом им деньги возвращались в реальности. Вот так это происходит. Поэтому все через благодарность. Надо использовать благодарность как оружие для эффективного проживания на нашей планете. Каким образом? Благодаря за хорошее мы это усиливаем, а благодаря за плохое мы это нейтрализуем. Мы, люди, привыкли воспринимать какие-то хорошие проявления относительно нас в реальности как должное. На самом деле никто никому ничего не должен. Если происходит что-то хорошее, всегда ставьте мыслемаркер. Что такое мыслемаркер? Это когда вы отмечаете, благодарю за эту ситуацию, благодарю тебя, вселенная, Бог, как хотите, неважно, у каждого это свое. Соответственно, благодарите всегда, ставьте мыслемаркер в чем-то хорошем, не воспринимайте нечто хорошее как позитивное. Все равно ничего хорошего или плохого не существует, оно все всегда в балансе, потому что Бог это единство и того и другого, это не разделение на одно или на другое. То есть Бог не может, например, делать вечно человеку только хорошо, потому что человек так не развивается. Дай сейчас каждому человеку идеальные условия, он не будет развиваться, он ничего не будет делать. Следующее. Как себя... Субтитры создавал DimaTorzok